МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Президент сегодня с рабочей поездкой находится в Минской области. Александр Лукашенко посетил предприятие оборонного сектора страны. Безопасность не только на дорогах. Автоматическая система фото- и видеофиксации будет фиксировать нарушения теперь и на парковках. Юбилейная 65. Народный художник Беларуси, лауреат государственной премии Владимир Товстик, принимает сегодня поздравления. В Беларуси нужно создать белорусский зенитно-ракетный комплекс не хуже С-300. Об этом заявил глава государства во время посещения борисовских предприятий оборонного сектора. Президент сегодня посетил два завода. Один из них по ремонту радиоэлектронного вооружения. Здесь осуществляется сервисное обслуживание и, главное, модернизация существующих образцов военной техники. За последние 20 лет предприятиям налажен ремонт более 40 наименований сложного вооружения. А это фактически полностью покрывает потребности вооруженных сил нашей страны. По словам президента, главная задача сегодня получить новое современное оружие для нашей обороны и для реализации на экспорт. На этой базе ты должен создать свой комплекс и он должен быть не хуже С-300. Поэтому вы думайте, какая у неё будет ракета. Такая, маленькая, мне безразлично. Главное, чтобы эта ракета была эффективной, чтобы она поражала любую цель. Не сидеть и ждать, чтобы когда-то что-то придёт. Все заводы начинали когда-то с ремонта. На колени, с молотка ремонтировали, потом модернизацией занимались, ремонтируемого оборудования, а потом выходили на новые образцы, собственные. Подумайте, какой здесь должен быть образец, и мне доложите. Здесь должен быть, кроме всего того, что вы делаете, от вас никуда не уйдёт. Этот ремонт, модернизация никуда не уйдёт. Так же? Так точно. Но ваша задача – получить здесь новое оружие. Новое, современное оружие для нашей обороны и для реализации на экспорт. То самое, что я задачу ставил в Барановичах, а я там. То самое мы должны здесь сделать, но по зимитеракетным комплексам. Придумывайте, что это за комплексы будут. Ставьте задачи другим предприятиям, электронщиком, оптика, ну и ударные комплексы вооружения, надо создавать для них пушки, ракеты там и так далее. О востребованности в современном мире услуг по ремонту и модернизации различного вооружения речь шла и во время посещения 140-го ремонтного завода. Он единственный в Беларуси, где осуществляют капитальный ремонт и модернизацию бронетанковой техники и дизельных двигателей к ней. Президент положительно оценил тот факт, что кроме нужд оборонного сектора, предприятие также выполняет работы для сферы народного хозяйства. По словам президента, сегодня нужно делать ставку на мобильную армию с эффективным вооружением. Я жду от тебя собственных машин. Вот хорошо, это мобильная машина. Это хорошо. То самое и по бронетехнике, самое необходимое. Я тебе не требую, чтобы ты сделал белорусский танк. Нам же, Добин, министр обороны, танкист, танков предостаточно. Их надо привести в порядок, модернизировать по белорусскому варианту в полтора раза лучше его возможности. И нам достаточно этих танков. Точно так я его тут долбаю по самолетам, но он прав. Ну что такое сегодня самолет? Поднялся, сбили. Ну, в нужном количестве у нас будут танки, будут самолеты. Но нам нужна мобильная армия. Мы сделали на это ставку. Поэтому ее надо оснастить мобильными машинами с эффективным вооружением. Поэтому ты мне доложишь, что они сделают белорусское, кроме вот этой машины. Это считай за скобками. Это хорошая машина, вы уже ее сделали. Какая будет броневая машина, хотя бы одну машину, которую вы здесь сделаете. Пускай не завтра. Я не требую от вас завтра. Но надо создать опыт у нас хороший. У нас кадры толковые, дисциплинированные. Они много могут сделать. Давайте поддержим людей, пускай они сделают эту машину. Но чтобы на нее был бешеный спрос и за пределами. На заводе президент пообщался с представителями трудовых коллективов предприятия оборонного сектора. Речь шла о том, готова ли наша страна принимать переселенцев из Украины, предоставив им жилье и место работы. Можно ли деньги, полученные от госпошлины, оставлять в районе. Прозвучал также вопрос о том, планирует ли в Беларуси повышать пенсионный возраст. Автоматическая система фото- и видеофиксации будет работать теперь и на парковках. Сегодня депутаты, в числе прочих, приняли поправки в законы по безопасности дорожного движения. Новшество позволит зафиксировать неправильно припаркованный автомобиль и определить его владельца с помощью единой базы данных. Впрочем, вопрос об административной ответственности конечно будет решаться уполномоченными органами. Аналогичный способ госавтоинспекции уже давно используют в борьбе с превышением скорости. Еще одно нововведение позволяет отбуксировать мешающий автомобиль и при этом не доставлять его на штрафстоянку. Допустим, необходимо провести какие-то срочные экстренные хозяйственным службам работы, допустим, в связи с прорывом транспорта, коммуникаций подземных, или в связи с выпадением осадков, снега, очистка улиц и так далее. То есть здесь наделяются специальные органы правом отбуксировать автомобиль на небольшое расстояние, чтобы была возможность осуществить данное мероприятие. Но, конечно, в связи с этим закрепляются четкие нормы, которые предписывают фиксацию наружного состояния автомобиля. Чтобы не было вопросов, вдруг, не дай бог, будет повреждение транспортного средства. Депутаты также одобрили поправки в закон о ценообразовании. Таким образом, будут четко разграничены полномочия президента, республиканских и местных органов власти в регулировании стоимости товаров и услуг. Нововведением также является предоставление свободы, формирование затрат и цен предприятиям, которые не нарушают антимонопольное законодательство. Соответственно, мы идем по направлению либерализации, ценообразования, поскольку это необходимо для более динамичного развития экономики, повышения конкурентоспособности. Ну и, соответственно, мы работаем уже в рамках Евразийского экономического союза, где, в принципе, свобода, свобода регулирования, свобода определения цены. Это очень важно для нас, чтобы мы действовали сообща в этом направлении. В Украине, несмотря на объявленное перемирие, сохраняется напряженная обстановка. Журналисты Первого канала России сообщили, что попали под минометный обстрел под Славянском. По последним данным, в результате инцидента никто из них не пострадал. Кто открыл огонь, пока неизвестно. Тем временем, на политическом фронте грядут серьезные перемены. Президент России обратился в Совет Федерации с просьбой отменить постановление о возможном вводе армии России в Украину. На другом конце света также обсудят ситуацию в этой восточноевропейской стране. В Нью-Йорке через пару часов начнется заседание Совета Безопасности ООН. Напомню, накануне поздно вечером завершилась встреча представителей официального Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Итогом долгожданных переговоров стала договоренность о прекращении огня с обеих сторон до 27 июня. Во Франции проходит забастовка авиационных диспетчеров. Скорее всего, она продлится до 29 июня. Участники стачки требуют увеличения заработной платы и улучшения условий труда. В первую очередь, их не устраивает техническое оснащение аэропорта. По мнению бастующих, работать на ЭВМ, созданной еще в 1980 году, крайне сложно и неудобно. Как заявляют специалисты, акции протеста нарушат функционирование воздушных гаваней Парижа, Марселя, Тулуза и Бордо. А это примерно 1 четвертая всех рейсов во Франции. Руководство отрасли пока не идет на переговоры. Более того, местные законы позволяют в принудительном порядке заставить бастующих выполнять не менее 50% их обычного объема работы. На западе Ирака, в городе Эль-Каим, сирийский истребитель нанес несколько авиаударов. В результате воздушной атаки погибли как минимум 20 человек. Более 90 местных жителей получили ранения. По последней информации, удар пришелся на местный рынок. Эль-Каим расположен недалеко от сирийской границы. Несколько дней назад его захватили террористы из радикальной группировки Исламское государство Ирака и Леванта. Боевики взяли под свой контроль еще несколько городов и провинции. Однако их основная цель — захват Багдада. Отмечу, по данным ООН, только за июнь в Ираке погибли более тысячи человек, в том числе и много мирных жителей. ЧП в американском Майами. В городской квартире произошла перестрелка. В результате инцидента погибли как минимум два человека. Еще около десятка пострадали. Многие из них доставлены в больницу в критическом состоянии. Подробности происшествия пока неизвестны. Отмечу, подобные инциденты в США нередко. Стирания парламентарии намеревались ограничить право на использование оружия. Однако этот закон не нашел поддержки в Сенате. Японскую столицу засыпало крупным градом и снегом. Из-за осадков осложнено движение. На дорогах работает уборочная техника. Местные жители лопатами расчищают собственные дворы. Метеорологи предупреждают, что Токио ждут и сильные дожди, которые могут идти несколько дней. Ольга Коршин, телекомпания СТВ. Война не заканчивается, пока не похоронен последний погибший на ней. Поэтому увековечить память защитников Отечества и жертв войны, как сквозь время сказать, спасибо за жизнь и победу. Сегодня это желание объединяет не только семьи, но и целое государство. Так, специализированное поисковое объединение Белоруссии и России в этом году проведут полевые поисковые работы на территории нашей страны. Уже осенью выйдет в свет каталог воинских захоронений на Гомельщине, а 2 июля свои двери откроет музей Великой Отечественной. К слову, экспонатов в нем станет больше, а в выставочных залах крупнейшего в стране хранилища реликвий теперь можно будет познакомиться и с довоенной жизнью. Вопрос подняли в отношении тех захоронений, которые находятся в глубине лесных массивов. Много еще могил есть безымянных, которые тоже надо найти по архивным данным. Связь имеется и с другими государствами СНГ. В частности, вот сейчас из Калининградской области одного нашего белоруса нашли там по награде и потом уже через архив Министерства Вороны Подольска нашли, соответственно, кому она принадлежала. Народному художнику в Беларуси, лауреату государственной премии Владимиру Товстику сегодня исполняется 65 лет. С юбилеем мастера поздравил президент Александр Лукашенко. Творчество Владимира Антоновича – яркое явление в современном белорусском искусстве. Одной из основных тем его произведений стало возрождение духовной и национальной культуры белорусского народа. Работы Владимира Товстика находятся в Национальном художественном музее, Музее современного изобразительного искусства, коллекциях Союза художников, Министерств культуры Белоруссии и России, а также в частных собраниях многих стран мира. Далее спортивное обозрение Ольги Звездочкиной. Следующий выпуск новостей в 19.30. Я же на этом прощаюсь. Всего доброго.